привет мои прекрасные подписчики просто случайный зритель меня зовут анна кафырина вы на моем канале youtube тут я рассказываю про все что волнует меня и я думаю что многих девушек в возрасте от 25 до 45 лет это также волнует в общем сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом тем как я только что буквально оформляла себе страховку осаго это было конечно целая эпопея потому что я по привычке в первую очередь захожу на сайт тинькофф банка и стараюсь оформить там все страховые какие-то свои моменты так вот зайдя на сайт тинькова мне выдала страховка на одну меня на машину на мою на peugeot 307 выдала там предка 8000 рублей чуть меньше и чуть у меня тут осенила мысль они пойти ли мне посмотреть что там в других банках я зашла на сайт сравниру и там rsa это российская страховая ассоциация у них есть услуга скажем так бесплатная которая прям на сайте в общем вы можете посмотреть сколько будет стоить вам страховка сразу в нескольких компаниях вот я решила воспользоваться этой опции выяснила что в сагасе моя страховка будет стоить не почти восемь а 6211 рублей и значит радостно решила ее оформить предварительно обраду посмотрела рейсинг страховой сагаса он оказался даже выше чем у тинькова я думаю ну все слава богу нормально пойду оформляться вот но проколупавшись час с этой сайтом rsa не получилось у меня там ничего оформить я параллельно еще пыталась оформить то же самое страховку прям на сайте сагаса но тоже ничего не получалось писал мне постоянно что что-то не так с документами я уже просто отчаялась там очень большая форма много раз нужно в несколько полей вводить свои паспортные данные не знаю почему это не сделать автоматически но не суть в общем я всю эту адву процедуру прошла несколько раз и мне пишет сервис что недоступен в общем не можем вам ничего оформить я позвонила в круглосуточную службу поддержками горит подгрузить sts или pts я подгрузила отдельная была эпопея с тем чтобы сфотографировать из двух фотографий сделать pdf значит один pdf многие не знают есть бесплатный сервис их несколько я люблю i love pdf я оставлю ссылку внизу в описании под видео вдруг кому-то пригодится штука очень удобная полезная в общем я сделала pdf файл из своего sts загрузила на сайт он наверное минут пять думал думал и потом мне говорит что данные введенные с теми что у вас скани не совпадают еще минут 20 пока упала все перепроверила в очередной раз в очередной раз ничем не не помогло в общем я им там опять позвонил ингрид слушайте ну вы можете ли вы подъехать в офис который единственный в субботу работает на другом конце москвы либо вы можете там написать заявление приложить там все сканы всех документов вы можете там скана скрин экрана приложите в общем мы разберемся может быть и после этого оформим вам страховой игру слушайте нет спасибо я пожалуй на 500 рублей дороже на форму оформлю в другой страховой и как раз я пошла сразу же на сайт rsa думаю что там следующее а там так удобно ты когда вводишь свои данные тебе выдается прям список отфильтрованный сразу по возрастанию цены и в общем следующему пунктом в подборке было совком как он совком банк страхования в общем я недолго думаю прям за пять минут у них все оформила единственное что я немножко так напряглась потому что мне полис пришел не сразу на почту а в общем он завис оплата пришла все чеки пришли я им сразу звонить говорю девчат где агент в течение получаса придет все хорошо и потом от сайта rsa поскольку я через него оплачивала мне приходят черновик полис и что это такое но они там пишут что это черновик можно в принципе ездить по нему но дождитесь полиса с печатями от страховой чтобы вообще комар носу не подточил вот так вот в общем я за два часа сидя дома договырялась оформила слава богу себе полис осаго а то уже сколько три дня я без полиса я не езжу без полиса мне страшно к тому же там зима на улице в общем еще через два дня через два через три дня полис мой заработает смогу использовать свой автомобиль так что я буду рада если вы оставите мне какие-то комментарии лайфхаки где можно купить полис или может быть какие-то лайфхаки как как это делается потому что у меня когда оформляли полис есть один нюанс это коэффициент который присваивается каждому водителю в зависимости от того случался с ним страховой случай или нет так вот если случался там повышающий коэффициент если нет то понижающий у меня была за всю жизнь одна авария легкая признали обоюдку историю не буду рассказывать или может быть где-то в следующих видео расскажу но это было лет десять назад и в общем у меня этот коэффициент 085 я когда-то краем уха слышала что вроде как этот кбм он называется этот коэффициент его можно как-то узнать за что он там когда был повышен и каким-то образом его снизить вот если у кого-то есть знание понимание как как это сделать на какой сайт сходите что там нужно заполнить напишите пожалуйста в комментариях буду очень вам благодарна потому что вопрос конечно интересный я нашла свой полисе у меня указано но как и за что почему именно такая цифра я не нашла информации ну всем хорошего дня всем без аварийной езды и будьте бдительными когда оформляете какие-то страховые истории онлайн и всегда сравните несколько вариантов чтобы сэкономить свои денежки с вами была анна кафырина пока пока